всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале во первых хочу поприветствовать новых моих подписчиков которые хочу поблагодарить вас за активность которую вы проявили под моими предыдущими двумя как это называется это правильно постами в разделе сообщества мне очень понравилось ваше общение такое живо живое о котором я уже написала пост в общем благодарю за вашу активность за то что вы действительно вовлечены в канал за то что находитесь со мной взаимодействие вообще энергия была мощнейшая вот мне это очень очень понравилось и завтра во вторник я хочу написать один пост с утра не пропустите его вот потому что а то что там будет написано и от того что вы ответите вот будет зависеть кое-что вот не буду я заранее все раскрывать сегодня что я хочу сделать сегодня во первых я хочу сразу сказать что на этой неделе значит сегодняшние еще два расклада во первых расклады для новичков скажу выходит понедельник среда пятница сегодняшний расклад понедельник и следующие два то есть в среду и в пятницу расклада этой недели они будут посвящены темные теме финансов и профессиональной сфере до реализации а почему потому что из последних опросов я поняла что темы которые интересны для рассмотрения это вот непосредственно до самопознание как главный основная тема и все что с этим связано и вторая главная тема да это вот финансы и профессиональная сфера остальные темы касательно детей касательно там еще что-либо да они ушли на в очень маленький процент и я их рассматривать не буду поэтому 2 это вот быть два главных основных направления этого канала позиции вы видите перед собой сегодня я хочу сделать такой достаточно глубокий расклад как и тот который предполагаю делать в среду но заранее скажу что расклад который выйдет в среду он выйдет на одну позицию почему он выйдет на одну позицию хотя тема такая достаточно востребованная на мой взгляд потому что я хочу очень очень сильно углубиться я подготовила там по моему больше 12 вопросов и ну вы сами понимаете отвечать каждой позиции на 12 вопросов это вот ну почти там 40 минут до может быть 50 только на одну позицию это будет очень много и очень энергозатратно поэтому еще раз обращаюсь к тем кто считает что вот мне не нравится расклад на одну позицию с одной стороны я могу понять вас безусловно потому что это ваш выбор да никто навязывать мнение не будет но с другой стороны просто предлагаю послушать потому что в последнем посте где я писала о триггерах да не знаю насколько вам информация была понятна и либо вы ее так просто пропустили мимо ушей потому что иногда когда я что-то пишу да вроде бы читается все понятно но вот инсайта никакого не происходит а потом когда я тоже самое начинаю рассказывать голосом и пояснять у людей происходит вот какой-то вот внутренний инсайт не знаю может быть все-таки живой голос он как-то по-другому энергетически наполняет может быть я разжевываю более подробно эту информацию так вот что я хотела сказать сама упустила мысль не суть я хотела сказать о том что просто позвольте себе услышать необходимую вам информацию даже если это будет в одной позиции короче говоря не привязывайтесь к позиции по что я хочу сказать а просто слушайте информацию даже не в словах а чисто в энергетике эти триггеры которые есть вас да они так или иначе вас включат в нужную вам информацию это если вкратце просто мне кажется я давно с вами уже не общалась у меня уже появился вот этот вот потенциал общения вам рассказать поделиться объяснить уточнить вот не пропустите поста во вторник а мы с вами приступаем позиции как обычно тайм-коды как обычно ничего принципе не меняется для новичков скажу что потом этим видео есть ссылка на список раскладов для чего я этот список создала чтобы вы понимали во первых нем очень четко в таблице excel разложены по плейлистам которые у меня есть на канале то есть если вы заходите на этот список и смотрите он виде таблицы сделаны вы четко понимаете что вот в этом плейлисте есть вот такие темы если какой-то расклад вам понравился вы вы можете перейти на мой канал и в аналогичном ну то есть в соответствующем плейлисте найти этот расклад а не искать по всем видео которые есть то есть для вашего удобства с одной стороны с другой стороны чтобы понимали вообще какие тематики еще расскажу это больше к новичкам подходит какие темы я раскрываю на своем канале вот на самом деле вот это полезно полезно даже и для меня то есть я когда я говорю полезно и я скорее всего больше опираюсь на себя вот они на вас потому что вас много я не знаю в вашей потребности вступление как обычно позиция номер один голубенький камешек 7 вопросов у нас будет в теме тему не озвучила жизненный друшак или куда уходит деньги мы будем рассматривать финансовый вопрос и все что связано с деньгами так 7 вопросов бой да как я уже сказала работать будем на колоде темного света называется она так она на самом деле она вообще не темная вот так два четыре пять шесть семьи если надо будет дополнительной картой я вытащу здесь нет никакой выкладки просто чисто как это спонтанно случайно будет альгерскивать карты и так как я воспринимаю деньги хочет начать с этой карты как я воспринимаю деньги двойка педакли здесь знаете информация идет такая с одной стороны как то вот игриво с другой стороны вы воспринимаете деньги как будто бы безразличны до того момента пока они вам будут необходимы то есть пока их нет и нет какой-то вот нужды потроют большой потребности но есть они и и хорошо да то есть и не горит ничего а потом вдруг когда есть какая-то нужда какая-то потребность в год неожиданно вспомнили что оказывается надо это как-то крутиться вертеться до чтобы деньги-то появились вообще ваше отношение к деньгам они как к маятникам уда то пустоту густо то надо то не надо напрямую сказать что вот как-то вот ваши жизни знаете интересный такой момент вашей жизни деньги есть но вы на них акцент как таково не делайте то есть есть другие ценности которые для вас более важные и более значимые чем деньги безусловно вы с ними взаимодействуете но вот как-то на легке да вы не акцентируясь вы не тот человек который для которого деньги либо материя очень важна и значимая то есть если даже деньги будут важны вашей жизни только с точки зрения именно баланса между духовным и материальным то есть вы можете деньги изучать с точки зрения развития да а как я могу притяну деньги да либо что я могу сделать чтобы я не знаю как то эти деньги материализовались то есть вот больше с такой точки зрения они с точки зрения финансирования да как-то вот инвестиций ну то есть проще говоря вы не как их называют то короче вы не человек финансов да вот вы не тот человек который бы работал бы в банке вы не тот человек который был бы инвеститором правильно я говорю не знаю то есть деньги и вы как профессия это не про это но деньги и вы как интерес как любопытство как трамплин к развитию как рассмотрение вот это вот энергии финансов да здесь такое может быть еще уточню как вы воспринимаете деньги ну вот выпадает отшельник ну где деньги где отшельник деньги для вас это вот средство какой-то философского больше подхода да как например средство обучения как инструмент который открывает горизонты через с помощью которого да мы можем обучаться либо деньги как средства которые помогают мне уединиться да то есть ну вот чтобы я не работал а жить то надо на что туда есть надо на что-то вот а я хочу при этом как-то вот уединиться по философствовать вот тогда вот я заработаю какую-то сумму до чтобы она у меня была на мои необходимые какие-то потребности чтобы я спокойной душой чтобы меня вот финансовый такой аспект не дергал а я вот буду погружаться какие-то свои внутренние поиски как-то вот познание и понимание себя либо финансы как еще раз повторюсь как понимание как в этом мире да сбалансировать именно духовное и материальное либо как можно материю одухотворить либо как в духовность можно привнести материю здесь вот вот что-то такое но вы чисто философски именно хорошо как вы с деньгами взаимодействуете в общем давайте посмотрим тройка педакли как вы взаимодействуете с деньгами знаете на начальном каком-то этапе я не могу сказать что вот у вас прям как по девятки до педакли то есть их много да либо десятка педакли тройка это всегда как к некий такой первый результат ваших трудов ваших вкладов инвестиций очень каких-то маленьких да но вот здесь вот больше ваше взаимодействие с деньгами идет как инвестиции в самого себя как и оттачивание как средства либо способ оттачивания своего мастерства своих каких-то навыков либо то что поможет вам выстроить что-то как некая такая мини опора мини платформа как еще вы взаимодействуете с деньгами здесь так смешно знаете когда большая сумма появляется да и есть люди которым вы когда-то уже одолживали да и ну они вам вернули деньги ну то есть такие проверенные люди здесь вот как ощущение того что лучше ему одолжить а потом пускай он мне вернет долг тогда когда у меня не будет что-то здесь такое либо вот куда-то от вы понимаете вы не тот человек который будет заниматься деньгами да вы не тот человек не то что вы с ними не дружите либо вы их не любите нет а деньги они любят движение да они любят чтобы с ними как-то взаимодействовать куда-то вкладывали что-то покупали как-то вот радовались а вот вы и деньги это как-то какая-то такая вот и наземная для вас некая субстанция с которой вот и и и и не подружишь то есть вам проще возможно куда-то просто отложить но даже если вы знаете что есть какая-то сумма на стороне она покоя не даст до тех пор пока вы ее не потратить то есть просто так лежать они не могут а во что-то вложить вы не умеете не знаете вот а вообще деньги ваши отношения не такого вот у скупка выпал ваше взаимодействие с деньгами она достаточно эмоциональная да с одной стороны это то что приносит вам радость и удовольствие но при условии того что это деньги на реализацию какого-то вашего желания то есть если у вас есть какое-то желание вам нужны деньги вдруг эти деньги пришли тогда вы очень радуетесь им так вот прям прыгаете вы счастливы того что они нашлись опять-таки не то что деньги нашлись потому что вы сможете получить то на что вы их потратите это с одной стороны а с другой стороны деньги они дают вам вот состояние это состояние некой такой знаете наполненности может быть где-то безопасности но здесь больше вот как-то радость и еще расскажу здесь ощущение того что вот какие-то вам большие суммы приходят да причем не всегда эти суммы как заработанное что-то это больше как подарки на какие-нибудь пособия от государства либо какие-то вот возвраты ну либо какие-то третьи ли лица вам дают не потому что вы не умеете зарабатывать просто потому что вы не тот человек бы так скажу да вы и финансы это вот прям это как я не знаю люди севера будут рассказывать южанам которые никогда не видели снег что это такое вот здесь что-то в таком плане а вообще деньги для вас это вот некий такой ресурс который иногда дар вот у меня выходит вот как дар либо подарок что-то такое но однозначно это то что наполняет вас это то что вас радует безусловно кто-то может сказать да деньги конечно же радует нет здесь вас радость она другая она и на это эта радость не меркантильного какого-то человека а это радость знаете как детей которые попадают на какие-то аттракционы в лунопарк им все нравится и они вот на этих не трамплинг это по-другому на батутах на батутах прыгают вот что-то здесь такое и с другой стороны дает спокойствие вообще ваше отношение к деньгам из-за того что она слишком эмоционально это может быть одна из причин почему у вас не не выстроилась хорошая такая дружба либо любовь с деньгами потому что вы слишком эмоционируете на этот счет все-таки деньги это больше про разум а не про эмоции хорошо что сейчас происходит с деньгами вашей жизни четверка жезлов все так достаточно стабильно причем знаете вы смотрите на них они смотрят на вас и между вами расстояние то есть где-то в вашем пространстве есть та необходимая сумма которой вы мечтаете у каждого мечты свои у кого-то даже быть миллионы у кого-то там миллиарда не знаю но эта сумма она есть и она так знаете как за стеклом вот ты смотришь на нее и она вроде бы рядом и ты можешь протянуть руку взять но зараза стекло мешает вот здесь вот что то такое и и с другой стороны вам и не грустно от этого да то есть у вас нету вот этих эмоций какой-то злости сломать это стекло для того чтобы взять и вот вы мне напоминает такую милую картинку когда кошка сидит на подоконнике на подоконнике и смотрит через окно на птицу либо на какого-то нибудь там попугайчик за окном вот там что-то там прыгает да что-то ест и она так смотрит милый да и она даже вообще ноль внимания никак не реагирует но при этом наблюдают поэтому ваши отношения на данный момент деньги есть причем деньги ощущение того что это вот как-то они все необходимые вам спаны как будто бы в одном месте находится это не из разных источников как будто бы с одного знаете как вот ощущение того ожидания как праздника вот когда не знаю если получаете аванс вы знаете вот завтра я получаю аванс вот его в предвкушении этого до либо там зарплата либо какой-то вот большой суммы вы в предвкушении получите эту сумму вы с уверенностью знаете что вы это получите вот здесь ощущение некой такой весны да а весна у нас всегда начало зачатия чего-то новой и первые какие-то лепестки и поэтому вот вот сейчас такое чувство что что-то возможно вашей жизни изменится и вот это вот знаете предчувствие того что у вас идут какие-то изменения причем это не то что вы предполагаете а так оно и есть потому что вы вы как будто бы смотрите на это вы знаете но здесь с уверенностью что с точностью можно сказать что это будет либо какой-то новый способ заработка да либо то что вы уже знаете и к вам должно прийти вот и вы уверены в этом либо у вас какой-то вот откроется новый этап период вашей жизни когда к вам будут приходить деньги намного больше чем у вас было ранее то есть ранее у вас была тройка здесь четверка чуть-чуток больше и могу сказать что намного больше но чуточку больше да и здесь вот это потому что весна это как будто бы начало некое вот поэтому в дальнейшем будет лето в дальнейшем может быть и намного больше так заусенец женщины меня поймут когда он есть но всегда будет бесить ладно не обращаю они так еще про из пачки ну не уточню что сейчас происходит семерка жезла да что же вы тут отстаиваете хочется спросить либо с чем вы боретесь здесь такое знаете с одной стороны как этот палочку взяла и вот от мух отмахиваясь и вот эти вот мухи это какая-то может быть тулина зойливость мелочи но какие-то маленькие суммы вот вы как будто бы их отгоняете чтобы пришли больше большее количество денег пятерка мечей здесь вот понимаете здесь как будто бы вам пришло какое-то понимание какая-то информация о том как можно зарабатывать больше и вот это вызвало в вас внутри какой-то вот внутренний конфликт неудобства дискомфорт то есть вы понимаете что нужно двигаться надо что-то делать да но когда есть информация и и просто так оставить нельзя она пришла для чего-то что как-то нужно воплощать а с другой стороны поднимать нашу опу и двигаться и двигаться это не очень приятно вот это вот внутренняя борьба да пока а что я вроде бы не 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 хочу не хочу потому что здесь сразу какие-то убеждения у вас появились то есть появилась возможность зарабатывать больше и одновременно включился вас вот этот вот триггер каких-то негативных убеждений по поводу денег там будет еще дальше у нас вопрос по поводу что за убеждение так вот вы как будто бы отмахиваетесь не 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 хочу то есть есть что-то потому что вы понимаете что нужно что-то разрушить на в себе то что то что уже достаточно такое стабильное вот но основной это это как хочется и колется и мама не вели да то есть я и хочу вот сейчас пока вы в таком состоянии находитесь хорошо дать посмотрим следующий вопрос как мама повлияла на вашу модель денег под маму вот сюда и посмотрим башня башня мама для вас было башни здесь какие-то вот прям неожиданные разрушения что с мамой здесь и это я аж от этих карт и забыла как и называется карты колесо фортуны два великих аркана да то есть модель мамы которая повлияла на вас остановите в такой ощущение что разрушила понятие что деньги могут приходить как удача вот такое ощущение что вы как будто бы себя возможно воспринимали как удачливым человеком а а мама вам показывает либо показала а то что это не совсем так здесь знаете здесь есть какая-то цикличность то есть вы от мамы переняли какой-то сценарий то как она как она распределялась деньгами именно вот циклично как будто бы одно и то же 1 но здесь может быть то что я говорила ранее да вот это вот ощущение либо пусто либо густо я я уточню башню хочу уточнить здесь как будто бы деньги понимаете они разрушают вот состояние души здесь как будто бы понятие того что деньги и духовность да вот это как будто бы разные вещи что те у кого есть деньги это к добру не приведут а еще и мамам вам передала какие-то волнения переживание по поводу денег вот то ли она была мнительная на этот счёт то ли что-то вот у нее с деньгами она очень переживает понимаете здесь вот это вот и она передала вам вот это вот состояние разрушения То есть о чем здесь речь идет? Пока вы находитесь в спокойном состоянии, достаточно гармоничном, вы можете взаимодействовать с деньгами, и у вас нормально налажен вот этот вот поток. Но стоит вам только начать переживать, волноваться, вот как будто бы деньги от вас убегают. Здесь такое, знаете, вот чувство у меня идет, знаете, тишина, и денежки где-то так шуршат, и тихо-тихо к вам подкрадываются. Стоит вам начать переживать, вы как будто бы очень громкие становитесь, вы не кричите, а вы шумные становитесь, громкие, вот от этого вороха всевозможных мыслей в вашей голове, они создают вот эту вот какафонию какую-то, и деньги как будто бы пугаются и убегают. Здесь мне что-то такое показывает. Так вот, мамы переняли вот это вот волнение, переживание по поводу денег, что нет, денег не будет, нам не хватает. Что еще? Здесь вот убеждение, и это все как-то циклично повторяется. То есть разрушение некой своей души из-за волнений и переживаний. И мало того, что эти волнения и переживания, они как будто бы потом влияют на ваш баланс, на вашу гармонию, вы не можете как-то успокоиться. То есть если говорить вообще простым языком, то ваше волнение и переживание по поводу денег вы переняли от мамы. То есть мама была такая вот неспокойная насчет денег, то есть такая, может быть, паникерша. Ой, денег нет, и как мы будем жить, на что мы будем покупать, а в холодильнике, может быть, все есть. Ой, нам нечего кушать. То есть вот что-то такое, понимаете, какая-то вот такая паникерша. И прямо мама передала вам столько сценариев по поводу денег. Верховная жрица говорит о том, что, знаете, здесь такое ощущение, что вот как будто она вам все время говорила о том, что вот и у моей мамы, да, либо там у тети, у сестры. И вот женщины, да, в семье вашей мамы, они как будто бы не имели денег. И больше у них как будто бы акцент был на духовность. То есть если вы хотите понять, откуда вот это вот ваше духовное направление, то это больше вот по линии мамы. И то есть там, мне кажется, женщины вообще не зарабатывали. Либо дома сидели, либо не зарабатывали. Вот что-то такое. Вот. И здесь нужно было научиться не как гармонии, да, и вот внутренней тишины, да, такое вот успокоение, умиротворение. А здесь этого как будто бы не было. То есть когда есть деньги, мама начинает переживать. Да, их надо обязательно... Кстати, это и ваш сценарий. Надо обязательно куда-то их потратить. То, что я вам говорила ранее, да. То есть просто так, чтобы дома лежали деньги. Не на черный день. Я не люблю вообще это выражение, что, значит, там, ну, на всякий, на темный, либо, как это мама говорила моя, на всякий пожарный, да. То есть само выражение, оно уже настраивает нас на какой-то пожарный, да, срочный случай. И он всегда подвернется. Поэтому нет, если откладываете, то не откладываете как-то вот на выражение для души, да. Либо в благодарность своей душе. Нет, что-то такое. Так вот здесь у мамы вот эти вот сценарии вы переняли. Как отец повлиял на модель денег. Отец был фантазер, да, семерка кубков. И что мы выберем, да. И вот деньги мы еще не получили, а мы уже сидим и фантазируем. А куда мы их потратим? Да, либо вам, либо вы знаете, допустим, что завтра придет там зарплата, или деньги, откуда вы получаете какая-то сумма. Они еще не пришли, но вы уже знаете, куда их потратите. Да, здесь с одной стороны фантазер, а с другой стороны у меня идет, так знаете, вот он с бумажкой, с ручкой. И вот он все пишет, да. За квартиру столько, за там госуслуги, или как там, коммунальные услуги столько. Вот все прописывает. Либо здесь вот как-то очень много фантазий, мечтаний о том, как вы зарабатываете. Если у вас есть такие вот мечтания, вот придет один день, и я буду жить на берегу моря, и у меня будет там яхта, я не знаю, что. Вот это вы от папы переняли фантазерство. Да, двойка мечей. Еще здесь модель, когда надо все сводить. Дебет с креветом. Вот я говорю, вот это вот все расписывается, только расходы. Причем здесь мне показывают, что вот именно ручкой человек пишет. Не в интернете где-то, не в телефоне по бедке, а именно ручка, бумажка. Столько потратил на это, столько потратил на это, столько получил. Это вот папина такая модель. И он так повлиял на вас. Так, ваши убеждения или затыки по поводу денег ваши? Я уточню, потому что шестерка мечей. А, убеждения. Если у меня нет денег, да, то я не могу двигаться дальше. Вот здесь даже это работает уже после того, как что-то случилось. То есть вот я потратил, ваше убеждение, я потратил деньги. Блин, а надо было вот на это. Вот почему я тогда не подумал, и сейчас что я буду делать. То есть в тот момент, когда у вас есть деньги, вы как будто бы не помните о каких-то очень важных для вас вещей, которые помогают вам идти в будущее. И стоит вам только там потратить. У меня все вроде бы все долги отдал, да, все, что нужно было сделать, заплатил. И вдруг неожиданно вы вспоминаете, что а я хотела, либо хотела вот это. И вот когда я теперь это сделаю? То есть здесь какое-то сокрушение идет по поводу утраты, в данном случае переживания денег, которые помогли бы мне двигаться дальше. И исходя из этого, вы уже сами выписываете свои убеждения, которые могут об этом говорить нам. Да, что либо нет у меня денег, которые помогли бы мне двигаться дальше, либо вы вспоминаете о движении вперед только тогда, когда у вас нет денег, а когда есть вы не помните, что еще здесь. Ну, вообще все, что связано с деньгами, для вас это трудности, сложности, потому что, как говорится, первым делом самолеты. А в вашем случае первым делом ответственность за кого-то или за что-то. И зараза, их так много, вот этих вот ответственностей, то дети, то там, я не знаю, какие-то близкие, вот эта вот семья откуда-то взялась, непонятно. И к концу края этого нету, потому что десятка шестлов, она говорит о том, что я уже задолбался с этими деньгами. Все никак у меня, понимаете, какая-то бездонная дыра, дыра, когда надо латать вот эти вот, вы в реальном, как это, смысле латаете дыры. То есть только обязанности, вроде бы казалось, что все, уже все расплатился, и сейчас я могу на себя и вот как-то на свои движения, на какое-то обучение. Может быть, кто-то хочет пойти давно к психологу, либо к какому-нибудь наставнику, консультанту, либо как-то повышать свою квалификацию, что-то сделать, короче, для себя. И у вас не получается, потому что всплывает эта десятка, и я уже устал. Я уже устала. Здесь вот ваши убеждения. Я вам писала сценарий, а вы, исходя из него, сами попробуйте сформулировать свои убеждения и затыки. Ну все же, давайте мы посмотрим все-таки приятную сторону, да. Какие качества необходимо выработать в себе для наличия денег на постоянной основе? Какие качества? Здесь вот я действительно хочу посмотреть, потому что само любопытно, какие качества надо вырабатывать для того, чтобы были деньги. Королева мечей. Королева мечей у нас говорит о проницательности, да. Ну, во-первых, королева мечей – это та, у которой есть эмоции, но они ей подвластны. То есть она так же, как и король мечей. Мы не можем сказать, что она не эмоциональна, потому что королева мечей – это водная часть воздуха. У нее есть вода так или иначе в наличии, как стихия. Вот, но при этом вода такая достаточно структурная, потому что когда ветер холодный дует, да, то вода замерзает. И вот здесь вот получается так, что королева мечей – это логика, это такая, знаете, структура, это понимание. Это когда человек не совершает лишние действия, он их обдумывает. Поэтому, знаете, королева мечей, она наперед смотрит, да, из-за того, что она проницательная, как воздух, да, она может даже еще и просчитывать некоторые моменты. То есть, с одной стороны, у нее интуиция хорошо развита, а с другой стороны и разум. Так вот, качество, которое вам необходимо, я бы сказала не то, чтобы развивать свой интеллект, либо свою интуицию, потому что и то, и другое у вас развито. А я бы сказала, то, что касается денег, отключайте, отключайте, потому что вы слишком эмоциональны, да, мы говорили ранее, отключайте эмоции и включайте разум. Да, то есть здесь вот эти вот переживания по поводу того, что скажет моя семья, если я не заплачу или еще что-то, то есть они как будто бы на вас перекладывают вот свои эмоции, состояния, и они, когда мы говорили про триггеры ранее, они включают в вас эти триггеры, вы начинаете то, что переняли от мамы, переживать и волноваться. А вам этого делать запрещено, потому что когда вы переживаете, вы ошибаетесь, понимаете, вы совершаете действия, которые не нужны. Вы должны быть холоднокровны в контексте денег. Поэтому некое такое планирование, стратегия, то, что вот папа вам предлагает, да, половина не та, которая фантазийная, а та, которая расписывает. Это качество, да. То есть быть такой, ну, достаточно холоднокровной. И с другой стороны, здесь есть еще такой момент, мне идет, что королева мечи, она как черная вдова, да, у которой нету семьи. То есть некий такой вот эгоизм в контексте денег вам необходим. Почему? Потому что как-то вот вы больше на других, на других, а на себя нет. И качество, которое вам нужно выработать, это больше как-то вот на себя тратить, уметь тратить на себя, как-то вот отрезать других, нужды других, потому что вы где-то балуете, да, хочется сказать, где-то балуете других. То есть ничего страшного, можно и урезать, да. Там десятый телефон подождет у ребенка, если им нет, да. То есть есть какие-то более важные моменты, что окей, ничего страшного, если где-то что-то у кого-то не будет. Потому что, по сути, у вас, да, потому что королева мечей, это та, которая, в принципе, ей ничего не нужно, да. Вот она, женщина в брюках, такая вот, аскет в некой степени. И здесь вот эта вот аскетичность, да, касательно денег и то, как вы взаимодействуете с ними, да, а вот касательно того, чтобы себя порадовать, нет. Вот здесь вот как раз наоборот противоположное, нужно больше себя радовать. Вот, и выпал Паш Кубков, да. Больше как раз-таки любить себя, с одной стороны. А с другой стороны, здесь хочется сказать, реализуйте какие-то свои, как это, хочется сказать, воодушевления, ну, то есть мечты. Здесь как будто бы у вас есть желание. Скажу так, когда вы научитесь тратить на себя, здесь что получается? Какой сценарий? Когда вы научились тратить на себя деньги, вы от этого получаете удовольствие. А мы сказали, что ваше взаимодействие с деньгами, оно эмоционально. Смотрите здесь, какой сценарий получается. Вы тратите на себя, вы получаете от этого удовольствие и кайфуете. И ту потребность эмоциональную, которую вам приносят деньги, и то, как вы с ними взаимодействуете, вы ее покрываете. И тогда, когда она у вас покрыта, вы можете включать логику, разум, и правильно распоряжаться с деньгами. И тогда они от вас, то есть вы будете спокойны, и тогда деньги от вас не уходят. То есть здесь вот прям ключевое решение в том, что когда вы научитесь тратить на себя и радоваться, наслаждаться от того, что... Я не говорю, что вы все деньги тратили на себя. Услышьте меня. Здесь ваша потребность на эмоции. Она должна закрываться через деньги. Поэтому радуйте себя, хольте, лилейте как-то вот деньгами, пускай какими-то мелочами. Тогда вы... Это знаете, как человек, когда он голодный, он становится раздражительным, потому что его потребность не покрыта. Строит ему накормителя. Вспоминайте, если не себя, если вокруг вас есть мужчины, вот это вот прям у них очень хорошо выражено. Когда мужчина голодный, к нему лучше не подходить. Он становится диким и злым. Стоит его только накормить, вот он разомленьет, как этот медвежонок, да, и лепи из него что хочешь. Вот здесь вот примерно то же самое. Когда вы покрываете свои эмоциональные какие-то потребности, вы становитесь спокойными. Ваша задача успокоить сценарий вашей мамы, когда она переживала по поводу денег. Так вот, чтобы у вас не было переживаний по поводу денег, да, вы должны сами быть в спокойном состоянии. А если вы сами эмоциональные, потому что, ну, не покрыли свою потребность, и она пока она существует внутри вас, вы не можете ее подавлять, потому что вы не получите желанный результат. Когда вы это сделаете, тогда вы будете спокойны, и в спокойном состоянии вы прекрасно можете взаимодействовать с деньгами. Я вам даже решение дала. Поэтому какие качества необходимо выработать? Ну вот одно, два, да, я сказала, ну, больше не будем говорить. Вот. И следующий вопрос, я уже на него ответила, но все равно. Какую денежную модель необходимо создать для проживания жизни в достатке? Вот какую вам модель? Хотя, в принципе, я уже сказала, давайте посмотрим, какую модель. Развитие, восьмерка жезлов, это король мечей, да, в принципе, то, что я и говорила, когда развитие движения, восьмерка жезлов, это вообще карта стрельца, стрелец, это у нас про удачу. Но здесь развитие, оно идет очень быстро, а поскольку это быстрое и скоростное, это вот Меркурий, это в голове. У нас выпадает король мечей. Король мечей, это тоже про ум, про логику и про некую такую стратегию. Так вот, вам модель нужна, да, вот с одной стороны, те идеи, мысли, которые к вам приходят, такое ощущение, что их нужно реализовывать, а с другой стороны, вам не нужно, знаете, как-то скакать. Здесь как-то вот золотая середина нужна. То есть вам не нужно торопиться, скорее всего, не нужно торопиться в деньгах, чтобы их потратить, но, хочется сказать, торопитесь в реализации своих идей, то есть не оставляйте, реализуйте. Потому что здесь такое ощущение, что вот через реализацию, через развитие, восьмерка жезлов еще называется лестница в небо, да, то есть здесь про духовное какое-то развитие, что вам очень близко. То есть через ваше развитие здесь будут именно приходить к вам деньги. То есть не ставьте деньги как самоцель, хотя, в принципе, у вас так ее нету, а, знаете, как средство, не которое вам поможет развиваться, а здесь наоборот. То есть развитие будет влиять на ваши финансы. Как? Мелодия победы. Мелодия победы здесь почему-то такое. Вообще общайтесь с деньгами, как-то, знаете, хочется сказать, надменно и холоднокровно. Держите какую-то вот дистанцию. Только я уточню. Я не знаю, что вы здесь поняли. Я ничего не поняла. Ну вот луна, да, конечно же. Остерегайтесь эмоций, еще расскажу, потому что луна, и это не только страхи, здесь еще, знаете, вот остерегайтесь какой-то мути, чего-то такого непонятного, неопределенного. Здесь должно быть, понимаете, с деньгами должно быть у вас все четко, конкретно, понятно. То есть когда есть какая-то ситуация, которая неясная, непонятная, оставляйте, абстрагируйтесь от нее, одолитесь, переключитесь на какое-то время, и потом возвращайтесь. То есть здесь не нужно циклиться, здесь какие-то повторные ситуации. отследите их, проанализируйте и попробуйте вырасти над ними. То есть осознайте, поймите, как это все работает, и тогда вы сможете выйти из этой цикличности, потому что луна опять, кроме страха, она у нас показывает какую-то цикличность, связанную с чем? Ну вот связанную с тем, что вы как-то не идете дальше в развитие, понимаете? Вот здесь есть такое чувство, что вам как будто бы большие деньги не нужны. Я неоднократно говорила, что деньги приходят под какие-то наши желания. Вот то ли вам нужно свой порог притязания расширить, то ли здесь нужно, здесь как будто бы есть переживание, либо какой-то прошлый опыт, когда у вас были деньги. Вот что-то там было, возможно, от мамы переняли, у мамы был какой-то опыт, когда, я не знаю, украли, обворовали, потеряла, забыла, не знаю, какая-то вот большая такая сумма. И это вам запомнилось настолько эмоционально, что стало для вас триггером. И поэтому большие деньги, они вас триггерят какими-то переживаниями, эмоциями. Вот здесь вот вам модель надо выстроить такую, что осознать вот этот вот свой триггер и двигаться дальше. Потому что, с одной стороны, карта рекомендует о том, чтобы вы двигались дальше, чтобы выстроили какую-то новую модель, которая помогла бы вам развиваться. А с другой стороны, когда у вас появляется эта мысль, вы сразу останавливаетесь, да, вы не, нет, туда не пойду. Причем девятка жезлов, они говорят, один шаг до завершения ситуации. То есть, ну, последний рывок и все, да, а вы как-то вот останавливаетесь, да, закрываетесь, не, не хотите, здесь вот что-то такое. Поэтому проясните для себя, проанализируйте, как поступала мама со своими деньгами. Почему? Потому что с отцом, да, он какой-то вот фантазийный, да, касательно даже не только детей, детей, говорю, не случайно, идей, а здесь еще как будто бы у него в голове было много вариантов, как можно заработать. Вот я не вижу, чтобы у мамы вообще было понятие, как можно зарабатывать деньги. А вот у отца хотя бы были понятия, да, какие источники, откуда можно взять деньги. Пускай его мало действовало, но как вариант, вот светлая голова была у вашего отца касательно денег. он знает, как их, как их добывать, но не добывает. Внимание, не добывает, но он знает. У него есть, по крайней мере, семь вариантов того, как можно заработать. Да. Вот такая вот у меня была первая позиция. Сколько она там вышла то во времени? Что-то к занавесочку. Ой, боже, так много. Скоро это будет слоган. Ой, как много. Ну, когда я делаю глубокие расклады, и это еще не глубокий расклад, чтобы вы понимали, время много занимает. Хорошо. Позиция номер два. Так. Восемь карт я вытащу, потому что один из вопросов, он у нас двойной. Так. Почему я так вытаскиваю, не знаю. Мне так захотел. Мне как-то так больше нравится без структуры. Значит, два, четыре, шесть, восемь. Девятую карту вытащил. Хорошо, вытащил. Пускай будет. Хотя, такого вопроса нет. Как я воспринимаю деньги? Вот отсюда мы и начнем. С двух карт. тени-толкай. Вот так вы воспринимаете деньги. Почему? Потому что вы была шестерка жезлов, да, как победитель, и сразу автоматически у нас повешенный. Тени-толкай, да, вперед-назад. Это не про хочется и колется, нет. А это именно «я иду» и «остановка». «Я иду» и «остановка». Либо какие-то преграды есть все время. Вообще, на самом деле, знаете, у меня такое ощущение, что вы воспринимаете деньги как, ну, не как все. Здесь какой-то свой взгляд. Ваши деньги – это договоренность с вами самим. Вот когда вы сами с собой договариваетесь, преодолеваете, настроились на что-то, пошли, и тогда к вам деньги приходят. То есть они не приходят каким-то традиционным способом. Вот хочется сказать что-то такое. Потому что вот повешенный, это другой взор, это другой ракурс на ситуацию. Это что-то такое, ну, не как у всех. А с другой стороны, шестерка жезлов у нас говорит о триумфе, она говорит о победе, о внутренней победе. Так на чем вы совершаете? На тем, что вы смотрите на деньги иначе. И здесь вот это вот иначе я не могу понять, насколько это ваша иллюзия, либо это ваша реальность. Давайте мы с вами будем уточнять. То есть вот это иначе о чем? Здесь как-то ваши деньги, они связаны с коммуникацией, либо они связаны как-то, знаете, с мозговым шутурмом. Вы как будто бы, когда немножечко свою голову начинаете напрягать, где вы сядете деньги, у вас рождаются какие-то вот нетрадиционные, я не знаю, как вам это объяснить под словом традиционно, но не как у всех. Что значит, как у всех, да, Но это значит, у человека есть какой-то проект, либо он уходит на работу, он получает от этого деньги. Вот это считается нормой. Если, например, предприниматель, у него должен быть какой-то бренд, он продает, есть какая-то, может быть, компания, идеология этой компании, здесь идет, направлено все на, вот в соответствии данной идеологии, идет некое такое развитие. Вот это называется нормально, в моем понимании. А у вас оно как-то не так. И вот это вот не так, не так, я не могу уловить. Здесь не то, чтобы вы как-то вот на дому сидите, вот, и что-то там делаете, и потом продаете. Нет, это тоже, казалось бы, как-то вот нормально. Здесь какой-то вот другой подход. Знаете, деньги могут быть так, что выиграли в каком-то конкурсе, либо, может быть, вот какая-то конкуренция здесь идет, понимаете? И вот из всех, как будто бы выбрали вас. Например, был какой-то розыгрыш, и вам попался счастливый билетик, и вы поехали в отпуск, все включено. Вот здесь что-то такое. Либо, либо вы не поверите. Нет, знаете, я с вами разговариваю, вы не поверите. Двойки у меня вообще какие-то неординарные. Как это не поверите? Вы увидели сон, о чем я. И во сне вам сказалось, вот сделай так-то, и ты получишь деньги. Вы проснулись такие в шоке, типа такого быть не может, но червячок заговорил, я попробую. Вы попробовали, и это получилось. И вот это и есть как-то неординарный какой-то способ. То есть здесь очень важно преодолеть себя. То ли вы... А в чем вы себя должны преодолеть? Десятки мечей. В том что-то завершить, да? Здесь скорее всего какие-то свои убеждения, как-то вот сомнения какие-то свои. Может быть как-то критику чужих людей. Вот как только вы становитесь победителем внутри себя на чем-то, вы двигаетесь вперед и получаете деньги. Вот так вы воспринимаете. Это ваше восприятие. Как с ними вы вообще взаимодействуете? По миру, да? Мир любой жвачка. Мои это ваши, а ваши это мои. Здесь что-то такое. Без границ, все в единении. Но вообще на самом деле, как вы взаимодействуете? Может быть ваши деньги напрямую, они связаны с преодолением как-то границ, да? То есть это может быть работа через интернет, это может быть какая-то глобальная работа, это может быть какие-то переезды. Как вы с ними взаимодействуете? Мирно, хочется сказать. Полюбовно. Кто-то может с ними взаимодействовать через медитацию. Вошла в медитацию, попросила Вселенушку, помолилась, и мне денежки свалились. Я сейчас не шичу. Я сейчас напрямую, я просто улыбаюсь. Кому скажи, да, кто поверит. Но вот в данном случае я верю, потому что я это вижу в картах. Как еще вы взаимодействуете с деньгами, по аркану мира. Но вот знаете, вы как будто бы в единении. Вы не видите, что деньги – это вот деньги. Для вас это деньги, это часть жизни, это вот какая-то обыденность, да? То есть вы не продаете какому-то значению особому деньгам. Вот здесь мир, он всегда у нас говорит про уединение. Когда человек достигает такого достаточно высокого уровня слияния, он понимает, что все едино. Здесь вот какой-то вот духовность, да, присутствует. Позитивно достаточно. Король Жезлов, как вы с ними взаимодействуете? Позитивно. Король Жезлов – это такой доблестный, честный, позитивный, лидерский, лидерский говорю, лидер, мужественный человек. Вот здесь как-то, ну вот очень хорошо, деньги вам дарят улыбку, деньги вам приносят хорошее настроение, позитив. Я не могу ловить конкретику того, как вы взаимодействуете, только то ощущение, что вот в вашей картине мира денег нет. В вашей картине мира есть какой-то другой эквивалент. Вот если вы мне сказали какие-нибудь там деревяшечки, которые надо обменивать, какие-то кругляшки, либо еще что-то, я бы поняла. Здесь вот какой-то, знаете, деньги в вашем понимании не деньги как деньги, вот какой-то предмет, который можно пощупать, а они для вас какое-то вот средство обмена. Когда можно что-то обменять на что-то, на что-то другое. Здесь какое-то такое понятие. И вообще я не чувствую денег в вашем пространстве. Такое ощущение, что вот вы сразу получаете готовый, как он называется, результат. То есть вы, не то, что у вас есть деньги и пошли купили хлеб, а вы сразу пошли и вам дали хлеб. То есть вы ничего не дали, вам дали хлеб. Вот как-то вот акцент больше на готовый результат вашем. Вы подаете девятка педаклей. На вопрос, как вы с ними взаимодействуете? Вот как вы с ними взаимодействуете? Типа девятки педаклей. Как опыт. Как то, что все хорошо. У меня с деньгами все хорошо. Может, то ли у вас на самом деле с деньгами все хорошо. Не знаю, может быть, если вы женщина, вас мужчина обеспечивает деньгами. И поэтому понятие, что такое деньги, как они добываются, у вас такого нет. это я помню в своем детстве мама, когда говорила отцу, мне нужно там на хлеб, либо на молоко, либо еще что-то. Но тет всегда говорил, утром вечером мудренее, утром просыпаешься, и там на серванте три рубля лежало. Боже, что я помню. Вот. Ну, то есть они всегда появлялись, причем в той сумме, в которой нужно было. Вот здесь как будто бы такое, да. то есть это какое-то выражение. У нас в семье папа работает, а мама красивая. Вот это про вас, да. То есть папа работает, а у мамы есть. Я не вижу, чтобы вы здесь работали как-то вот. Финансы как-то... Я не вижу этой энергии. То ли вы не дружите, то ли ее нет в вашем пространстве. Объясняйте, как хотите. Я ее не чувствую. Хорошо, следующий вопрос. Что сейчас происходит с деньгами в вашей жизни? Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Двойка жезлов. Я пока еще не определилась, что сейчас происходит в моей жизни. То есть здесь есть какой-то некий выбор, когда вы определяете, что, с чем вы определяетесь, высший суд. Вообще сейчас, ну, для вас на самом деле, если быть максимально серьезным, почему? Потому что выпадает высший суд, это может быть связано действительно с какими-то законами, Ну, то есть, что с деньгами? Сейчас идет как-то разделение имущества, да? Либо что-то в семье делите, либо какое-то наследство, либо что-то передается. То есть, вот здесь как-то с семьей это все завязано. Вот, и поэтому все, что связано с деньгами, поэтому, скорее всего, это я и не вижу денег, потому что как таковых ваших денег нету, да? Здесь есть деньги, которые либо идут как наследство, либо от семьи, либо как-то вот из прошлого, то, что вы когда-то накопили, и сейчас вы этими деньгами пользуетесь, да? Но здесь вот какая-то неопределенность, здесь как будто бы что-то должно решиться, и выпадает, причем в вашей ситуации на данный момент выпадают великие арканы, выпал маг, она действительно зависит от того, что вы сейчас как-то вот вы будете выстраивать свою жизнь, то, что вы хотите, здесь как будто бы вы обдумываете, да, что вы будете делать, может быть, как вы будете устраиваться на работу, либо каким образом вы будете зарабатывать деньги, о чем здесь вот? Здесь выпадает двойка кубков, здесь вот какая-то вот тема отношений проходит, то есть вам как будто бы сейчас может быть не до денег, а вам как будто бы сейчас нужно вообще определиться, там, я в отношениях, не в отношениях, здесь вторичные, да, здесь вот вообще не про деньги, здесь какие-то, знаете, более такие масштабные уроки, хочется сказать, на которые вы делаете акцент, те, которые вы проходите, завершение какого-то огромного цикла, начинание чего-то нового, в этом новом, как я буду себя проявлять, да, как я хочу жить, здесь главное бы не ошибиться в выстраивании новых отношений, то есть вас как будто бы беспокоят какие-то другие вопросы, нежели финансы. Хорошо, давайте посмотрим, как мама повлияла на вашу модель денег. Мама очень хорошо, да, вот здесь выпала королева Пентакли, прям вот как хозяйка, я не могу сказать, что было много денег, да, хотя все-таки королева Пентакли, а у меня такое ощущение, что мама была хорошей хозяйкой в контексте того, что она хорошо распределяла деньги, даже пускай это будет там 3 рубля, но вот как-то она могла сводить концы концами, сложно, трудно, но вот у нее это получалось, да, то есть она управляла, она не была транжирой, она четко понимала, что вот в хозяйстве должно все быть, такое ощущение, что вот в вашем доме все было, пускай даже, ну вот условно говоря, просто не пускай они будут не новые, но они будут чистые, они будут выглажены, они будут накрахмалены, то есть вот здесь чистота и порядок, пускай не первые свежести, потому что я не вижу здесь, чтобы вот прям был шик, лоск такой, вот, но при этом все было в малых количествах, не первого качества, но было. Какой сценарий, какую модель мама передала, хозяйственности, да, в том, что, вы знаете, вот мама такая, такое чувство пробивное, потому что выпадает рыцарь мечей, он здесь для меня лично говорит о том, что вот мама могла, если нужно было там, я не знаю, колбасу, там, сыр, не знаю, что еще там, мясо надо было, да, вот мама прям шла, добивалась, здесь вот какая-то вот такая пробивная, да, то есть надо там, если место в детском саду, надо было как-то ребенка записать, и говорили, что нету места, вот мама ходила, выбивала, да, договаривалась, вот прям, знаете, шла на пролом, чтобы получить то, что я хочу, здесь такое ощущение, что от мамы передали модель того, что надо добиваться своего, да, не опускать руки, а если надо с кем-то поговорить, здесь такое ощущение, что вот мама, как какая-то, жена председателя колхоза, напишем заявление в администрацию о том, что не дали отопления, и вот мама пишет, выбивает, что делать, потом у всего дома есть отопление, да, то есть за ее счет еще и весь дом радуется, либо там поломался лифт, либо еще что-то, да, надо там сходить в ЖЭК, мама, она такая была, понимаете, и это была ее природа, ей как-то это еще и нравилось, она это не делала из-под палки, а вот в этом она как будто получала свое подтверждение, что вот я молодец, я добилась, очень интересная мама, потому что здесь с одной стороны, все-таки королева Пентакли у нас такая более мягкая, покладистая, но здесь не про это, ваша мама не такая, не мягкая, покладистая, она такая, знаете, вот хороший дом управленец, да, если так можно сказать, с детьми может быть она и была мягкая, вот, а во внешнем мире там, где надо что-то отстаивать, она это могла, да, она была такая вот достаточно некомпромиссная, поэтому здесь может быть модель того, что дружба дружбой, а деньги порознь, да, либо я тебя, вот и сейчас даже у вас, если действительно есть расставание, разводы, все такое, если ваша мама жива, то однозначно ее мнение будет такое, так, неважно, то есть вы можете сказать, что я оставляю там мужу дом, лишь бы только вот уже избавиться от него, да, и я сама все заработаю, ваша мама будет говорить, нет, нифига, вместе зарабатывали, вот будем свою часть отстаивать, вот здесь что-то такое, да, то есть дружба, дружба, деньги, врозь, любовь, любовью, а деньги тоже врозь, вот здесь такая мама конкретная, я вижу, хорошо, как отец повлиял на модель ваших денег, отец работает, не трогайте, батя работает, тише едешь, дальше будешь, это вот модель, не надо никуда торопиться, девятка кубков, семерка педаклей, и девятка кубков, удовольствие, вот ваш отец, понимаете, он не столько получал деньги, как цель, сколько вот получал удовольствие, у меня такое ощущение, что вы как будто бы больше от папы что-то переняли, папа получал удовольствие, он ждал, знаете, здесь такое ощущение, что вот мама краски была пробивная, да, председателем, жена председателя, а папа не был председателем, ваш папа не был у вас другой папа ваш папа был такой что я думаю думаю и что-то я никак придумать не могу а пока я не могу придумать мы будем жить исходя из того что имеем потому что здесь как будто бы папа ваш он все время упирался вот если мы говорим про финансовый потолок вот это вот модель вашего папа он все время куда-то упирается то есть чувство что я жду я конечно улыбаюсь до для чего не для того чтобы посмеяться над кем-то ни в коем случае и вот а просто для того чтобы немножечко развеять атмосферу чтобы она не была такая серьезная потому что на самом деле все так грустно почему потому что но представляете мужчина который сидит боже мой на диване и сетует на жизнь здесь не то чтобы он плачет он в каком-то ожидании там миша где деньги нам еще не заплатили вот мама говорит ну миш ну ты сходи ну спроси ну узнай когда будет зарплата когда надо тогда и будет ну а как же мы будем жить как-нибудь вы здесь понимаете вот я как будто бы слышу вот эту вот всю речь вашего отца поэтому мне вот мне здесь достаточно грустно потому что восьмерка мечей это когда мы сами сковываем себя по рукам по ногам в голове да некий такой ступор я не могу развиваться не потому что нету возможности а потому что я не хочу это увидеть мои убеждения они меня останавливают семерка же педакли она тоже говорит о некой такой остановки да но я не знаю что мне дальше делать и девятка кубков человек который живет зациклен на своем собственном удовольствии абсолютно все равно что там происходит поэтому он и говорит о том что есть сегодня хорошо и слава богу завтра посмотрим ну вот такая вот модель так так повлияли ваши денежные убеждения или затыки если прервется ничего страшного потому что я вижу там важно ваше убеждение затыки шут а вы вообще не понимаете как взаимодействовать деньгами ну вот шут это всегда ребенок я говорю спички детям не игрушка тут деньги детям не игрушка как можно ребенку доверить деньги да никак потому что он вообще понятия не имеет что это такое куда это сувать ну так вот убеждение по поводу денег что вот во первых вы не видите по этому убеждению прошу то чтобы вас были как-то деньги да то есть ваше отношение к деньгам она но такой достаточно легкая она такое неопределенно здесь чувство как будто бы вам деньги не нужны да можно выжить как-то по-другому вот эту вот модель она видит просто как будто бы без денег можно жить я сейчас не говорю что это там плохо хорошо я никогда не оцениваю я показываю модель почему и вашей жизни не мог не могут быть деньги да вот потому что у вас понимаете иногда маленьких детей да то есть мы познаем все через своих родителей на первых парах да то есть вот мы берем вилку да и хотим ее куда-то засунуть мы не понимаем что это такое нам родители говорят не суй там вилку в глаза да либо ну не надо тыкать никуда вилка она допустим для макарон ребенок понимает вот макароны и вот вилка и вот какое-то соединение здесь такое ощущение что вот вас не научили что такое деньги вы не знаете что это такое день то ли то ли вашей семье не было денег вы знаете вот так чтобы на виду пощупать потрогать и понять что вот это деньги да то есть какие-то процессы они фоново проходили вашей жизни вы с ними как-то не взаимодействуете вот какие ваши убеждения затыки по поводу денег рыцарь жезлов рыцарь жезлов у нас такая цикличность вспыльчивость такая искра вспыхла на ну в общем мы поняли на два-три дня и все перегорела то есть вроде бы рождается какая идея по поводу того как можно заработать либо для чего мне нужны деньги ну вроде бы я и готов что-то делать вот а если это не подпитывать то через два-три дня я уже забыл я вообще не понимаю что я там хотел и зачем мне это нужно уже передумал все понимаете то есть либо и здесь какое-то доверие то что сказал вот про высшие силы и вот простые вы действительно в это верите на самом деле что вот вам деньги приведут вам деньги высшие силы дадут и это не парадоксально потому что у вас этот сценарий вот это вот ваше убеждение но но так и срабатывает то что я говорила ранее понимаете но так и срабатывает вам деньги как будто бы приходит вот вы как-то ваши деньги они связаны как-то с вашей верой до когда вы верите даже не в деньги здесь вот если мне сказали что я деньги наколдовал и я бы вам поверила потому что здесь такое ну вот ваше убеждение ли деньги должны приходиться их приходить легко до тройка кубков деньги это праздник деньги должны приносить удовольствие это папин сценарий деньги как-то знаете можно вот не вы сами будете зарабатывать а как будто бы в какой-то команде вместе с другими людьми да потому что здесь все-таки три человека здесь не один человек то есть для того чтобы я зарабатывал деньги мне нужна какая-то помощь да кто-то чтобы мне подсказал кто-то чтобы меня направил потому что шут он сам не понимает куда идти у него задача просто двигаться до находиться в движении как что но вообще здесь смотрите очень маленький даже тройка кубков это до десятки еще далеко начальные какие-то этапы поэтому ваши затыки и убеждения ну я бы сказала изучайте сдать вот как рекомендация просто изучите что такое деньги потому что вот он будет из другой планет упали вы не понимаете же такой день я же не случайно сказала да по энергетике то что и считывает какие-то вот кругляшки здесь обмен вот единственно почему что то что что значит для вас напишите мне вот это вот деревянный какой-то такое круглое что-то такой плоско знаете это как и руны бывают иногда на дереве выжигают вот здесь что-то такое плоское круглая деревянность что это такое то ли вы играли в детстве как-то вот обменивались я не могу понять не дает покоя я не знаю что такое деревянный вы чем-то там обменивались вот это для вас были деньги скорее всего какая-то игра я так предполагаю в детстве потому что я я ее очень хорошо ощущаю например такая знаете очень заякаренная какая-то эмоция привязанная к ней хорошо давайте посмотрим какие качества необходимо выработать себе для наличия денег на постоянной основе королева жезлов это какие качества нам необходимо выработать по королеве жезлов знаете здесь скорее всего больше вам не хватает некой такой уверенности королев жезлов это прекрасный предприниматель да то есть некая такая бизнес-леди коль мы говорим о деньгах та женщина которая умеет договариваться вообще она смотрит на взаимоотношения партнерские да с точки зрения win-win ты мне я тебе то есть она ничего просто так делать не будет что вот так и так ролева жезлов о чем нам говорит королева жезлов к качества какое качество необходимо выработать ну во первых необходимо выработать некую такую уверенность до уверенность в себе королева жезлов это бизнес и леди это водная часть огня знаете человек водная часть огня это как некая такая лавада которая с одной стороны при необходимости может согреть с другой стороны к ней подойти так и не получится потому что все равно вот этот вот огонь жар который идет от лавы он может и обжечь поэтому здесь с этой женщины нужно договариваться вам нужно выработать качество умения заявлять о себе не бояться да то есть просить либо требовать то чего вы считаете что вы этого заслужили до что это вам принадлежит по праву не бояться входить в какие-то договоренности королева жезлов уверенная в себе такая леди вы знаете с одной стороны она теплая она также как и король жезлов позитивная она тоже мужественная она может себя защитить но с другой стороны минус этого аркана заключается в том что она все-таки носит так некую такую маску да то есть душа она может быть ранимы и может очень близко все принимать к сердцу но внешне она никогда этого не покажет она будет знаете человек который быстро принимает решение в трудный момент ей всегда бывает трудно потому что она входит на мужское какое-то пространство поле да и она должна соответствовать мужским каким-то качеством в некой степени но при этом еще и одновременно оставаться женщины поэтому здесь вот я бы сказала вам больше нужно сбалансировать мужские и женские качества но как-то более активно более ярко проявляться до не бояться заявить о себе не бояться показать себя не уходить в тень быть вот именно на виду здесь вот этого не хватает что еще каких качеств десятки педагли здесь вам просто не хватает с одной стороны как он называется фундамента а с другой стороны понятия вот то что я говорила ранее да что есть денежный канал как обычно его говорят я не люблю это говорить но все равно что есть денежные энергии да то есть понимание структуры вообще как деньги проявляются в этом мире здесь вот как будто бы вам нужно снова пойти в первый класс и узнавать что такое деньги я серьезно сейчас говорю прям знаете найдите какие-нибудь в интернете не курсы а именно общение любитель курсов вот а какие-то вот знания что есть деньги как они работают когда они впервые вообще появились какие есть убеждения например у богатых людей по поводу денег да что они считают по поводу денег вот здесь как будто бы вам не хватает с одной стороны вот этих вот понятий и знаний денег да либо найдите в своем окружении людей у которых уже есть деньги просто наблюдайте какие качества у них есть здесь вот вам не хватает какой-то стабильности и уверенности здесь не хватает заземленности как вы как будто бы парить где-то в небесах вот вам хотелось бы взять больше вот знаете какой-то вот модели от мамы потому что у мамы то есть королева педакли но она вообще сильнее папы а вы как будто бы больше взяли отцовские какие-то качества по поводу денег да вот здесь больше маминых каких-то вот моделей вам бы хорошо было бы перенять качеств хорошо какую денежную модель необходимо создать для проживания жизни в достатке четверка мечей и это еще о чем какую модель вот о чем здесь говорит четверка мечей знаете вот четверка мечей внизе как будто бы говорил о том что похороните себя старого либо старую прошлую здесь знаете вы поймете что такое деньги не случайно я вам сказала по поводу того что узнаете что такое деньги потому что деньги это некая такая ценность то есть через деньги вы поймете ценность себя я неоднократно говорю двойкам о том что ваш урок именно понимание ценности себя как личности да и исходя из этого вы сможете изменить свое поведение свою реакцию на людей так вот здесь вы почему я сказала нужно похоронить себя не старого потому что вам нужно понять насколько вы цены вообще как личность как человек какие у вас позитивные качества здесь вот такое ощущение что у вас надо заново взращивать самого начала вот и особенно если девочка до договорить ее хвалить вы какая-то красивая какая-то молодец и все у тебя получается чтобы у нее было вот это вот уверенность на что у нее было ощущение что обо мне заботиться что меня будет защищать что я никогда не не окажусь ни в какой беде да ну то есть вот внутренние какие-то ценности вы как будто бы вот вода ну я не знаю как это сказать вот как будто бы вы стояли на мосту и кто-то прошел и толкнул вас воду а вы не умеете плавать и вот вы барахтаетесь барахтаетесь и смотрите что вдруг кто-то вас вытащит вдруг кто-то вас заметит ну вот а вам никто не помогает вам нужно это сделать как-то самим и нету и опоры под ногами вы как этот из сказки где две лягушки упали в молоко вот вы как-то которая на перестала барахтаться потому что ну не верят и у нее не на что опереться понимаете здесь нету какого-то фундамента здесь нету какого-то примера касательно денег а как вообще взаимодействовать а поскольку вы не знаете как взаимодействовать с деньгами вы не понимаете свои собственные ценности поэтому даже если вы мастер в каком-то деле вы не сможете продавать потому что вы будете себя обесценивать вы всегда будете занижать стоимость своей собственной работы поэтому деньги к вам не будет приходить то есть напрямую деньги вот это вот эквивалент понимание чего я достойно я как личность а вот чего я достойно насколько я могу о себе например говорить свои позитивные качества заявлять о них насколько я уверен в этом настолько у вас и будет денег а есть такое ощущение что если вас просить вы наделены кучу прекрасных качеств и характеристик но если я вас прошу расскажи пожалуйста о семье есть такое ощущение что вы голову опускаете начинаете мямлить ну у меня ничего нет и вот хочется вас взять и и вот этот потрясти встряхнуть и сказать как нету качества смотри ты это умеешь это как будто бы сами себя обесцениваете вы не понимаете какую-то вот свою уникальность насколько вы прекрасны даже допустим если вас развитая интуиция она будет развита не так как у другого человека у вас всегда будут больше способностей психически каких-то способностей пускай не физических телесных да там не знаю что скопать там выносливать пробежать марафон нет вас какие-то психические способности я не знаю например там читать мысли другого человека левитировать еще что-то да то есть вот какие-то такие необычные качества у вас могут быть да может быть вы как-то умеете с помощью своего воображения материализовывать вещи но если я вас спрошу что блин это уникальное качество я такого не могу вы будете отнекиваться и говорит нет нет я это ну это не моё это вот было у семейная либо это бь одевалась порода как будто вы знаете от вот как у кого я не знаю как какая-то ничтожность ничего такого особенного нет это это уникальные вы как будто бы этого не понимаете в себе поэтому повожу придадки вам нужно научиться взращивать в себе вот это вот ценность понимает что это только у вас до такой цвет волос только у вас газFA в глаз только и у вас и здесь вам не нужно ничего заслуживать это ваше надо уметь ценить это вот вот такое здесь надо в себе вот такую модель как только вы вот эту вот модель в себе выработать и когда вы цените любите себе у вас сразу солнышко появится на солнце одна из трактовок этого аркана она как раз таки говорит о богатстве да потому что солнце это металл который соотносится с арканом солнце это золото самый дорогой металл и сегментал поэтому и солнце у нас всегда про богатство причем знаете не просто миллиона когда вот это вот вот дубай чтобы вы понимали да где очень много золота даже в тех местах где его не должно быть до лишние вот этот избыток да ну света какой-то такой яркости вот таким человеком вы станете вот либо таким человеком вам нужно стать и здесь я не говорю о том что вам нужно себя ломать почему потому что солнце все-таки здесь ребенок изображен то есть не надо в себе ломать вот эту вот чистоту вашу потому что кто-то может подумать что о том что я как мужчина должен стать нет ни в коем случае вы можете оставить своего ребенка только оцените этого ребенка понимаете потому что вот ощущение того что вот ваш ребенок он какой-то нищеброд понимаете есть дети которые мы смотрим на фотографии они такие хорошенькие холеные такие розовенькие щечками хочется их обнимать целовать не знаю щипать а есть дети в африке вот это не к тому чтобы разделить да и как-то вот унизить оскорбить ни в коем случае но просто вы видите разницу да это для того чтобы вы увидели вот ваш ребенок это ребенок в африке вам надо стать вот этим вот каленом на фотографии которые в в инсте показывают понимаете о чем я говорю вот такая модель вам необходимо я люблю двоечек я вообще люблю чувствительных хранимых людей потому что сама такая это все позиция номер 3 зелененький камешек если не хватит карт я возьму из прям сейчас хочется взять частично потому что вдруг у меня не хватит вот так так захотелось что с деньгами у нас у троечек посмотрим какие у вас модели есть надо будет вытащить 8 карт итак как вы выспешиваете принимаете деньги тройками всегда были материальными людьми но выпал пас жезлов и шестерка кубков что произошло с тройками мы всегда были у меня материальными людьми здесь такое ощущение что ваше восприятие денег она какой-то такая знаете неуверенность человек который не может монетизировать свой опыт свои какие-то знания здесь такое чувство как будто бы все ваши знания и опыт остались в прошлом либо вы вышли сейчас на какой-то новый этап и там не совсем ориентируетесь как и что у вас должно происходить деньгами это происловие того что знаете как когда ты выздоравливаешь да когда болел например был на больничном долгое время либо женщины в декрете вот и потом возвращаетесь на работу и вы понимаете что вы как будто бы рыба вне воды до которая не понимает очень много воды ушло до много чего всего ушло я не совсем понимаю как мне сейчас поступать как мне быть какие-то вот изменения перемены произошли нужно временно для того чтобы адаптироваться вот здесь вот такое чувство потому что пожизов как вы воспринимаете деньги ну во первых пошли это что-то такое новое да это еще такое незрелое а плюс ко всему данный паш это он такой знаете любознательный некий такой авантюрист может быть даже как-то драматизирует какую-то ситуацию для того чтобы обратить внимание на себя и сразу нас выпадает шестерка кубков то есть вот как-то это связано с вашим прошлым то ли у вас ощущение того что ваше восприятие то как вы здесь как будто бы ваше восприятие денег такое какое было раньше либо такое какое было в детстве либо такое как было у кого-то из вашего прошлого какое именно двойка мечей не кого-то говорю двойка мечей она тоже дает мне неуверенность как будто бы нужно что-то в себе примирить спрашиваю что именно нужно примирить девятка педаклей знаете как-то вот собрать себя здесь ощущение что вот я говорю вы как будто бы выздоровели вот только вышли из больницы вот только вышли из больницей надо вам собирать себя может быть вы привыкли к другому режиму к другому образу жизни и вот надо сейчас собрать какой-то период себя по частям может быть что-то такое достаточно трагичное тяжелое было вашей жизни что вот вас как-то раз гармонизировала да и для того чтобы определиться вы сейчас вообще не про деньги для вас сейчас главное вот себя как-то собрать вот знаете как рассказывают про людей которые переболели коронавирусом а это такой вот период потом адаптации не очень приятный дают что-то я еще как-то не могу войти вот в режим вот что-то здесь такое вам как будто бы нужно время на себя больше вообще не про деньги вообще не про работу не про других людей вы как будто бы должны уйти на период отшельничества когда надо радовать себя когда надо немножечко пожить для себя вот то ли вы вышли на этот уровень когда вы хотите только радовать себя здесь еще определенного понятия как на этом уровне взаимодействовать с деньгами у вас нет ну у вас есть понятие того кем вы хотите стать да то есть вот таким самодостаточным человеком полу девятки педагли которая опирается еще знаете есть такая так такой вариант трактовки что вы как будто бы ваше взаимодействие сейчас вы не знаете но в вашем окружении есть такие успешные люди у которых есть эти деньги и вы как будто вы на них ориентируетесь то есть уровень для вас новый вы как будто бы это еще может быть похоже когда вы переезжаете какой-то богатый район вот а до этого жили в более бедным и вот вы смотрите на эти богатые дома на машины и вы понимаете что я как будто бы не вписываюсь в это но я к этому стремлюсь и со временем я привыкну адаптируюсь и у меня не будет вот этого внутреннего диск дискомфорта здесь так вы воспринимаете деньги как вы с ними взаимодействуете в общем ну вот аркан смерти никак сейчас идут какие-то перемены изменения вашей жизни и вот еще одна девятка до девятку кубков вы хотели бы чтобы перемены которые вас произошли либо происходят в жизни приносили вам удовольствие вот чтобы деньги то как вы взаимодействуете с ними приносили вам удовольствие а вам деньги не приносит а почему вам не приносит здесь как будто бы вы настраиваетесь на то чтобы получать эти деньги но то ли у вас семья забирает это деньги эти деньги то ли на семью вы тратите эту эти деньги ну то есть не на себя вы как будто бы не умеете тратить на себя эти деньги сейчас вы учитесь как раз таки этому спрашиваю как вы взаимодействуете зиме с деньгами выпадает аркан влюбленных вы еще не не определились у вас здесь идет какой-то вот анализ ситуации я говорю вот прям это это не то что новое приятное вашей жизни случилось здесь скорее всего новое вынужденные после какого-то негатива знаете вот когда может быть какие-то перемены в семье происходит я не знаю расставание смерть болезнь что-то и вот вы вынуждены в новых каких-то реалиях взаимодействовать здесь однозначно это не ваша стезя то есть если бы мне кто-то сказал что вы тройки я бы вам не поверила потому что тройки у меня всегда материальные меня всегда люди уверены плотно стоящие на ногах а здесь человек который понимаете не то что вы беспомощны а вы растерявшиеся вот здесь слово которое подойдет вам это человек который растерялся он не знает как 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 себя повести то есть что ему дальше делать здесь ощущение как будто вас сейчас я поймала врасплох это ночью вас разбудили стали вам задавать вопросы вы не понимаете как ответить потому что мозг еще спит то есть я не пойму что вообще здесь делаешь что-то от меня хочешь да вот здесь как-то такое происходит ну давайте мы посмотрим что сейчас происходит с деньгами вашей жизни шут обнуление обнуление денег нет почему вот я хочу спросить почему колесо фортуны вот какие-то перемены произошли вашей жизни изменения что это за перемены башня и все великие арканы то есть вообще что-то серьезное происходит в жизни же говорю вам не свойственное либо это может быть только с деньгами связано то что вам не свойство может быть здесь были какие-то переезды какие-то изменения причем неожиданные с чем они были связаны с тузом кубков я говорю это может быть со здоровьем связано с болезнями может быть это связано как-то эмоционально с любовью что именно семерка пентакли завершение завершение знаете чего то что вы очень долгое время ждали что это такое какое-то вот решение решение то ли по поводу денег то ли по поводу дома мне идет то ли по поводу наследства то есть вы ждали что все обойдется хорошо но как-то вот в позитиве либо по поводу какого-то мужчины а оно не случилось так как вы хотели то здесь результат не оправдал ожиданий даже не то что оправдал здесь не пропадал а те все так было моим молниеносно здесь вот как будто бы вас лишили неожиданно чего-то вы даже не предполагали что так будет ну что же здесь все же произошло какой-то шанс вам подвернулся и что то ли как будто бы знаете выстроить бизнес за границей то ли переехать за границу то ли как будто бы выйти замуж за человека за границей если вы например мужчина да то здесь что-то такое произошло то ли вы вложились в какое-то дело и она ну вот и не могу сказать что она сорвалась она как будто бы забрал у вас все деньги все ваши ресурсы и вы остались на мели и здесь как будто бы и бизнес вам не дает денег ну то есть он еще не окупается и в то же время денег у вас нету то есть дело еще не раскрутилась чтобы она давала вам какие-то дивиденды здесь она скорее у вас забирает и и у вас не осталось на на проживание денег какой-то шанс связанный с работой здесь был либо с движением лица с работой причем мы были уверен что вы вкладываетесь как-то вот на долгосрочную основу до что это вот хорошо такое стабильное все будет но не пошло не пошло она так как как должно а почему здесь решения были приняты какие-то вот что-то по императору что-то либо это связано с мужчиной да здесь кто-то было с императором либо с какими-то решениями и пятерка педакли то ли здесь знаете вот я не думаю что здесь обман был здесь как будто бы договоренности знаете может быть подписываете какой-то контракт не читаете что-то либо не так поняли и в конечном итоге вас не то чтобы подвели здесь нет понимаете сет обмана здесь даже если вы пришли например что-то требовать и вам сказали а вот же было написано что допустим пока бизнес не раскроется ты не будешь получать да какие-то там я не знаю дивиденды либо все что ты получаешь забирает как-то банк и вы и предвидеть ничего не можете человеку потому что вам показали документ который вы подписывали и там это все прописано но почему-то когда вы это читали это не было знаете такое бывает иногда вот смотришь и не видишь и потом когда тебя пока и ты подписываешь документ а когда-то вроде бы внимательно все читал потом когда начинаешь перечитывать такое ощущение что вот как будто новый документ но подпись твоя вот как будто бы вот пелена знаете на глазах вот это момент здесь такое ощущение что вот этот урок он должен был быть вашей жизни иногда бывают такие очень интересные вещи что я не понимаю как я вляпался то есть ну как это сказать иногда совершаем какие-то ошибки кажется нам что на тот момент там они у нас происходят что мы вроде бы все правильно делали а потом когда время проходит нам кажется боже как какая глупость да как как этот мог вляпаться вот здесь что-то такое аналогичное по шуту вас что-то такое произошло напишите мне потому что у вас там произошло такого как мама повлияла на ваши деньги на вашу модель денег десятка жезлов она привела привела вам знаете чувство ответственности на прям чрезмерное чувство ответственности обязательства она говорил о том что никогда нельзя уходить от обязательств знаете вот такое ощущение терпи больно а ты терпи ты не можешь уйти ты должен это сделать да как будто бы вот вы не вы вас нету права что-то просить вот как это сказать хочется сказать вышел замуж дали бы женился и через какой-то момент ты понимаешь что мой человек наши и все окей я разведусь нет терпи до конца дней своих зачем кому это надо вот мама как будто бы какие-то такие модели прививала что деньги приходят с трудом через боль либо наоборот деньги это обязанности зачем тебе большие деньги большие деньги большие обязанности трудности уходить как будто бы она постоянно говорила что либо не уходить от ответственности либо постоянно уходи от чего давайте посмотрим а чего вам нужно уходить ваш мечей чем говорит ваш мечей построению как будто вы знаете не проявлять инициативу потому что ваш мечей у нас говорит про планирование или тройка педакли тоже говорит про построение чего-то нового и как она вас учила то есть не не планировать а что делать семерка жезлов защищаться да вот знаете я дословно не могу карта прочитать потому что ну как-то они не совсем не четко дают понимание но вот интуитивно мне более понятно то здесь как будто бы она говорила вам о том что у любая инициатива она наказуема поэтому никогда не бери на себе инициативу а если взял это всегда будет трудности это всегда будут какие-то сложности то есть она как будто бы вас отгораживала там дайте вот у вас есть огромный потенциал вы вы можете справиться но здесь как будто бы изначально как как печать какую-то клеймо ставится да нет это не можешь почему не может ребенок вот какой то такой модель вот причем знаете вопрос был какую модель вам мама передала а здесь как будто бы вот мама она заклеймила ваш потенциал она печать поставила на ваш потенциал как-то так как этот вот у меня как пробка в бутылку понимаете вот закрылась и все и отсюда ничего не выйдет да вот это вот джин который может реализовать эти всякие желания не нет такого нет гоп и и штамп поставят у меня прям показывает вот как эта дырка закрывает причем так плотно-плотно и она это дело по каким-то своим соображениям знаете здесь вот очень напоминает на какие-то способности да вот как будто бы вам клеймо ну печать поставили что вот закрою я тебе закрою это то ли она боялась то ли это что но я не знаю ну в общем здесь этого как-то было печать поставлена мне так показывается не надо брать себе инициативу здесь надо копаться здесь что-то такое вот прям с мамой связано ладно это ее заморочки но вот она повлияла вот на вашу модель том что любая инициатива наказуемо как отец повлиял на модель денег отец ярофант отец был очень мудрым человеком человеком который соответствует какими-то знаете традициям либо человек был священником религиозным человеком человеком был уважаемым то есть уважаемым подчиняемым может быть почитаемым может быть вас отец был знаете каким-нибудь научным исследователем человек здесь знаете мне показывает уважаемого очень человека а знаете за его ум за его мировоззрение здесь отец с мамой это вообще здесь вот уникальная такая пара почему потому что но это как будто бы как бы вам сказать сейчас сейчас я найду этот пример это когда мама ведьма а папа а там доктор философских каких-нибудь наук ну то есть не то чтобы это небо и земля ну это вот прям такая такой союз бомба бомба вот здесь что-то такое причем они оба сильных они оба таких властных вот знаете как два титана да в мужском обличии и в женском и вот они сражаются и у каждого свое мировоззрение свой мир и вы как маленький ребенок сидите так смотрите то на одного то на другом ну то есть что здесь происходит да и каждый вот папа ваш он мягкий он более молчаливый мама тоже я не могу сказать что она прям говорливая на фоне отца более разговорчивая но здесь вот энергия такие знаете когда два умных человека встретились и один на другого смотрят и они разговаривают глазами вот ваши родители глазами разговаривать то есть вы понимаете когда не словесно здесь такой высокий уровень ментала когда друг друга смотрят в глаза они даже воюют глазами понимают это очень забавно то есть такая сила вот не кого-то бы искры из глаз на причем они это могут но молча делать не открывая рта но здесь вот две мощи а если по отдельности взять то отец это вот прям это вот прям уважение если вы знаете где-нибудь там на востоке родились таких людей называется называет ага ага уважаемый да или углу да вот что-то такое вот почитаемое ага что-то такое человек которым приходится советом человеком который где-нибудь там в аулов да вот такой аксакал да человек такой мудрый чем-то мне восток идет может быть ваш папа восточный но но такое знаете авторитет когда человек заходит в дом в общество и хочется сказать что все встают и поклоняются этому человеку а он ничего не сказал то есть вот вот такой авторитет такая сила такая мощь этого человека мировоззрения мировоззрение этот человек прививал вам здесь какие-то может быть действительно философские духовные какие-то понятия причем очень глубинные знания которые были у вашего отца о жизни они может быть не были не книжные а в диск какой-то знаете даже если это житейский опыт здесь очень такой ну вот мудрая душа я не знаю как назвать здесь вообще не про деньги какая модель денег может быть у аэрофанта здесь про ценность есть про понимание жизни здесь когда человек говорит и открываешь вот у тебя челюсть отвисает и ты слушаешь и думаешь боже как можно достичь такого уровня здесь вот про это ну вот я сказала и на аэрофанта выпадает отшельник вот какую модель человек вам отец вам может привить здесь он может только говорить знаете какими-то притчами может быть с детства вам рассказывал сказки здесь человек сеять семена очень тонко очень красиво он никогда не будет учить напрямую здесь человек может давать говорить какими-то ребусами загадками и ты вот как-то здесь далеко не про деньги здесь далеко не про деньги вообще пара такая я не знаю что за ваши родители пришли но энергетика то есть я привожу вам примеры ваших родителей но это не значит что это вот прям ваша мама будет видимо сто процентов до слова ведущие хотя и в прямом смысле до колдовства там либо еще и может целительница либо еще что то нет но здесь не си понимаете здесь не мягкие энергии женские здесь такие мощные как амазонка но вот прям такая ведущая такая тоже мудрая под стать ему она не случайно и не случайно выбор ваш папа выбрал маму не мама его вот я я рассказываю вам энергии то что я чувствую то что я ощущаю поэтому из примера вы уже приблизительно понимаете ваши лета родители и не или нет какие денежные убеждения или затыки есть у вас король кубков что у вас там произошло я не могу понять что с этим прошлом здесь тоже король кубков у нас говорит о прошлом штерка кубков у нас говорит о прошлом убеждения убеждения что за убеждения связаны с королем кубков пара ему выпадает королева жезлов здесь как будто вы понимаете не убеждением не показывают а какую-то историю вот как что-то у вас какие-то отношения были если вы мужчина то выпадаете королем кубков и у вас были отношения жезловой такой бизнес-леди и то ли здесь какой-то конфликт что-то здесь произошло такое если все же мы говорим про убеждения то здесь как будто вы знаете если вы мужчина убеждение того что женщинами с женщинами партнериться в бизнесе нельзя если вы женщина то у вас аналогичное по отношению кубковым мужчинам то есть если мужчина эмоциональный он вообще не в паре то здесь как будто бы в партнерстве вам договориться очень сложно очень сильное разогласие и вы как будто бы бескомпромиссный то есть вам партнерство вообще идти нельзя я имею ввиду не в личное а профессиональное сейчас вы вообще не про партнерство вот кащу король жезлов вот вы королева жезлов и вам пара выпадает король жезлов здесь вот у меня такое ощущение вот я хочу все перевернуть на профессиональное у меня не получается обычно такие расклады свойственно двойкам да они у меня вот про любой все такое здесь что-то какая-то у вас такая ситуация произошла любовное что-то в прошлом вот то ли появился третий персонаж причем у женщины появились два мужчины но если все-таки уберем любовную ситуацию то здесь может быть знаете какой-то вот конфликт в профессиональной сфере там уже убеждения рассматривая не показывает мне убеждение не могу я это перевернуть на убеждение я буду смотреть так как идет здесь идет то что если вы женщина вы как будто бы хотите вырваться от своего прошлого и хотите пойти в будущее хотите пойти в будущее но делаете это очень жестко и и вот на этом пути вы как будто бы себя ранить и здесь знаете здесь не просто вы идете нормальной походкой от бедра в будущее а вы себя знаете как в некую такую паутину как муха вляпались вытаскиваете себя за волосы и и и и там и и клок волос вы стащили еще что-то это больно неприятно но вы через вот это вот само бичевание вытаскиваете себя очень жестко очень больно и вам все равно вам наплевать что вам в этот момент больно вам нужно в это будущее попасть вылезти из прошлого здесь как будто вы знаете может быть какая-то долговая я в которой вы вляпли вляпались и вы себя хотите вытащить то какие убеждения здесь вот выпадает аркан силы ну как я могу силу вытащить как убеждение аркан сила это мощный такой сила воли вот я не могу его сейчас не идет не энергетически как убеждение вы прикладываете кучу усилий вы отдаете всю свою энергию нельзя я вам сказала чтобы как будто бы из больницы вышли до как будто бы вытаскиваете себя из прошлого в прямом смысле и в переносном в прямом то что у вас произошло а в переносном как будто бы хотите вот поставить точку здесь вообще не про убеждение а пар что здесь если не про убеждение я спрашиваю про то что вам сейчас важно по шестерке жезлов одержать внутреннюю победу вы знаете это очень мне напоминает некий а бой внутри вас двух сил противоборствующих если бы я знала что вы занимаетесь практиками я бы сказала что вы находитесь на этапе когда вы боретесь за себя боретесь за свою жизнь вы как будто бы определились куда вы хотите пойти и вы отстаиваетесь вы как будто бы отбиваетесь от тех сил которые у вас удерживают если вы не практик а вы не практик то здесь вот ощущение того что вы как будто бы хотите одержать победу над своими собственными страхами причем у вас не просто страхи у вас огромные фобии и вы это как будто бы осознаете и вытаскиваете себя через преодоление всех этих страхов здесь вы как проходите какой-то квест в escape room да то есть зашли вот в эти в эту комнату и преодолеваете что-то здесь вот прям реальная реальная какая-то вот битва причем не на жизнь и на смерть хорошо какие качества необходимо выработать в себе для наличия денег на постоянной основе семерка кубков знаете здесь показывают то что час это вам слова обрести здесь а как будто бы вам всегда надо смотреть на как-то вот открытыми быть ко всему новому здесь у вас есть семь кубков и они они наполнены то есть не показывают человека которого уже знаете все есть как будто бы ему присытилась и ему не хочется двигаться дальше но знаете вот нужно где-то какой-то кубок один всегда держать голодным пустым для чего для того чтобы всегда было вот это вот желание наполнится чем-то новым вот ваша проблема заключается в том что вы как будто бы вот у вас все есть какой-то степени чисто метафорически знаете вот не к чему стремиться вот здесь какое-то такое ощущение то есть радуйтесь тому что у вас есть но не впадайте в депрессию а всегда будьте открыты к чему-то другому а к чему-то новому к тому что вот можно будет все эти кубки оставить и пойти за другим каким-то кубкам вот смотрите на мир как-то вот открытыми глазами да вот готовности что да я как будто бы ем-ем но я в любой момент готов встать из-за стола для того чтобы пойти попробовать то чего я никогда не пробовал какое-то другое блюдо вот это качество вам нужно ну вот девятка мечей выпадает я не знаю что у вас происходит сейчас но здесь какие-то страхи здесь вам нужно выработать знаете какое качество здесь есть присутствует чувство вины да вот вы как будто бы ощущаете какую-то вину вот это вот с мамой скорее всего связано что это за вина сказала с мамой связано королева кубка выпадает вы как будто бы всегда ощущаете некую такую тревожность беспокойство и вот вам нужно выработать это качество умением как-то знаете отпускать прошлое не переживать не беспокоиться идти в новое то есть понимать что знаете все проходит и это тоже пройдет я сейчас понимаю что то что я вам говорю все равно это не примете потому что в том состоянии в котором вы еще находитесь да вы не готовы принять никакую информацию потому что ну вы как пельмень варитесь кастрюли там не говорится речь о том что посмотри тебя съедят вы находитесь в состоянии я в горячем закузе и мне хорошо и не важно что или меня потом сидят я в это не верю вот здесь какое-то такого состояния но вам нужно выработать вот это вот качество умение понимать что ваши внутренние то есть как будто вы знаете самый главный урок вашей жизни это научиться управлять своими эмоциями балансировать их знаете вот как будто бы усмирять усмири свои страхи а страхи они идут от переживания вот здесь вот эти вот переживания страхи не бороться с ними а как-то знаете вот заморозить почему-то мне показывают как-то вот заморозить свои эмоции холодными быть потому что вы как будто бы эти страхи реализуете они как будто бы оживают знаете мне показывают как будто картинку да страхи они есть внутри вас и вы понимаете да что это иллюзия такого быть не может и так далее но вдруг неожиданно они как дым когда они оживают и вы начинаете в них верить и здесь уже разворачивается какая-то вот другая виртуальная игра которой вы верите то есть вы как будто бы свои собственные иллюзии начинаете верить и они оживают вот этом то проблема поэтому вы вам не нужно я не знаю как сказать вам не нужно бояться я скажу вам нужно научиться расслабляться вам нужно научиться управлять своим телом какие еще качества вам необходимо королева пендакли вам необходимо больше заботиться о себе вот я говорила о том что вам нужно как-то научиться радовать себя что ли получать удовлетворение вам нужно научиться заботиться о себе какие еще качества вам необходимо туз жезлов и семерка мечей вам нужно идти к своим целям новыми путями не идите не увиливайте от какой-то возможно ответственности потому что вас мама так учила идите по-новому то есть не бойтесь идти в новое вот здесь вот все об этом говорит да то есть новым путем то есть не старайтесь старыми способами получить новые какие-то результаты это не будет работать семерка мечей в данном случае я не чувствую как обман а я чувствую как знаете как по планете уран да какая-то вот как водолей который идет впереди своего времени вот здесь такое ощущение что вы должны выработать себе вот это вот качество зажигаться и идти к решению задач новыми какими-то инноваторскими способами и рациональными те которые ну вот будет на на порядок вперед времени у вас есть эта способность и не убегайте здесь как будто бы чувствуете какую-то вину все время и за что вы чувствуете вину за то что вы все время находитесь по восьмерке мечей в каком-то тупике а вы должны понимать что в тупике вы находитесь только потому что есть убеждение которые вас вводят в это то есть то во что вы верите это приводит вас к какому-то тупиковому моменту а у меня чувство что у вас потенциал намного больше и вот вы должны это принять здесь какое-то ощущение что вы что-то должны в себе принять а вы это не принимаете то есть вы как будто идете каким-то рациональным путем а вам надо пойти а вы не иррациональный ну то есть вы вне коробочки а вы себя впихиваете в коробочку и пока вы занимаетесь вот это вот извиняюсь за выражением ахинея впитываясь впихивая себя в эту коробочку ничего не получается то есть вы не тем занимаетесь вам еще нужно идти в новое в новое в развитие а вы как будто бы занимаетесь акцент делаете на борьбу хорошо какую денежную модель вам необходимо создать для проживания жизни в достатке ну вот я сказала шестерка мечей надо идти в новое какую модель постоянно идти в новое но характерная черта шестерки мечей я неоднократно говорила о том что сбросить все эти шестерки все эти мечи каждый меч это ваше убеждение это то какой-то вот знаете какая-то колонна которая либо какой-то гвоздь который прибивает вас к чему-то то есть ну вот представьте вы стоите в красивом красивом платье пышном если вы женщина и вот есть вот эти вот шесть мечей которые воткнули вам говорит иди вы не можете пойти потому что вас они сдерживают вот этими гвоздями вас прибили и эти гвозди это ваше убеждение вы никогда не пойдете в новое вам нужно научиться расшатывать эти убеждения перепроверять так ли это в то ли я верила а в идеале оставить все это позади как говорится снять это платье и голый пойти вперед почему потому что впереди вы сможете приобрести новую одежду то есть новый опыт одежды как опыта какая модель идти в новое абсолютно оставляя вот эти вот свои убеждения позади к новым горизонтам к новым берегам к шестерке педаклей не ощущать себя человеком нуждающимся а знаете здесь здесь у вас происходит какой-то очень серьезный духовный урок как перерождение вот прям знаете это не очередной урок а это один единственный главный урок вашей жизни то есть есть знаете череда каких-то уроков более мелких которые мы проживаем каждый день а здесь что-то такое глобальное что перевернет всю вашу жизнь вот так такое бывает раз в жизни второго не будет вот здесь вот какое-то такое вот ощущение знаете шестерка педаклей в тот раз я не отрактовала ее вам как собачка которая знаете дразнит ну либо другой позиции вот а сейчас она у меня отыгрывается по-другому сейчас шестерка педаклей отыгрывается как человека дающего идите в новое для того чтобы стать этим дающим человеком стать этим человеком помощником который может передать что-то другим людям дающим человеком что именно вы должны дать нападает восьмерка мечей вот когда вы научитесь своей жизни преодолевать тупиковые состояния да пробивать вот этот свой финансовый потолок когда вы поймете в чем загвоз то вот тогда вы эти знания сможете передавать другим людям здесь как будто бы через ваш собственный опыт готовит вас к тому что вы будете проигрывать по своему отцу да стать неким наставником учителем и как правило даже то что мы говорили про маму вашу да про ведьмовство если это взять то чтобы стать таким учителем да либо ведущим человеком как правило в жизни таких людей происходит очень много серьезных потрясений почему потому что это формирует их как личности только после проживания своих собственных глубинных потрясений проблем преодоления сложностей да как говорится вот мы любим говорить сложная жизнь да сложный этап прям вот проблема 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 вот тогда человек как будто бы знаете он как как сталь его закаляет и он становится вот этим вот мечом в руках победителя вот здесь что-то такое вот пока вы это все не пройдете вас скорее всего к этому и готовят поэтому вам нужно вот это вот все проживает то что вы сейчас проживаете и в принципе мы говорили про деньги как таковые но в данном случае здесь речь идет о вас не как о деньгах да здесь речь не о деньгах а здесь идет о ценности потому что педакли это не только деньги это еще и ценности в нашем материальном мире поэтому здесь скорее всего ситуация у нас раскрывалась о становлении себя да как закалялась сталь позиции номер три как закалялась сталь вот такой у меня был сегодня расклад я пожелаю вам всем отличной недели не пропустите завтра мой пост разделе сообщества как говорила голос сел уже все хватит хочешь глубоких раскладов да вот пожалуйста кстати завтра не завтра в среду выйдет расклад на одну позицию вот он будет глубокий там будет много вопросов поэтому он и будет на одну позицию заранее предупреждаю я с вами прощаюсь всем пока 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 не пока не